Привет, друзья! Это Александр Шеметихин из Спортэк ТВ. И мы с Павлом Брусницыным продолжаем делиться с вами полезной и интересной информацией по велотеме. И сегодня хотели бы мы рассказать об уже специфической, наверное, теме, но которая, в общем-то, важная для занятий велоспортом. Если вы начали уже активно заниматься триатлон, шоссе и даже кросс-кантри, и наступает такой момент, когда для того, чтобы вам расти дальше, либо самостоятельно тренироваться на новом уровне, либо вы пойдете к тренеру. И вот, кстати, если пойти к тренеру, Паша, какой будет первый вопрос у тренера? Ну, это будет не первый вопрос, это будет один из вопросов, который мы задаем людям. Чем вы пользуетесь, какими средствами контроля? То есть там пульсометр есть, большинство, да, сейчас. А есть ли у вас измерители мощности? Вот так, друзья. Один из вопросов будет, а есть ли у вас мощимер? Ну, мощимер это в простонародье, да, измеритель мощности. Почему, Паша, это вот важно? Ну, потому что измеритель мощности поднимает качество тренировочного процесса. Не то, что даже на другом уровне, а в целом. Мы получаем дополнительную метрику, дополнительную информацию о том, в каком состоянии находится спортсмен. Мы можем оценить его функциональные возможности уже более детально, опираясь на такие данные, хотя бы как пульс, мощность, общее состояние. Есть еще, конечно, ряд величин интересных позиций при обследовании, но мы их пока не будем рассматривать. Но, тем не менее, вот по этим трех факторам уже человек даже самостоятельно уже может оценивать качество своей подготовки. Но без мощности это сделать сложно. Ну, то есть мощимер просто является одним из моментов, на котором строится вот тренировочная программа. В велоспорте однозначно это очень важный инструмент, который помогает работать как и спортсмену, так и тренеру. Друзья, ну и что же такое мощимер, как его использовать и так далее? Ну, вот сегодня попросим рассказать Пашу. И сегодня мы с вами рассмотрим такой вот измеритель мощности на примере как раз вот педалей Гармин Ралли 100. Картинка красивая, да? Да, версия RS. Помимо педалей, одного из самых распространенных типов приборов измерителя мощности, на рынке существуют еще такие вещи, как шатуны. То есть непосредственно сами шатуны, палки левое, правое, пауки. Это то, к чему уже, то, на что одевается шатун. Ну, это тоже часть системы, как правило, они используются. И еще есть втулки задние, ну, это из таких, что сейчас на данный момент рынки в широком доступе. Реализовано несколькими способами. Мы вот посмотрим, как через педали. Наверное, это самый будет простой способ. Да, я расскажу, почему. Сейчас рассмотрим комплектацию, соответственно, педали. И в комплекте еще у нас шипы есть. Шипы здесь SPD. 3 градуса, если лёгки идут. Также идет набор дополнительных о-рингов для батарейного отсека в случае их повреждения. Ну, это защита от влаги. То есть вот такая у нас комплектация у этих педалей. Конкретно эта версия у нас односторонняя. Что это значит? Это значит то, что здесь педаль измеритель только одна. Вот, посмотрите, она отличается. Получается, это у нас левая педаль. Это правая. Они отличаются наличием датчика. Это вот NZ-датчика. При желании мы можем их улучшить. Каким образом? Установив вправо педаль датчика, получив тем самым двусторонний измеритель. Повысив точность устройств, которые измеряют мощность. Эта линейка Rally у Garmin сейчас представлена несколькими вариантами педалей. Конкретно это у нас версия RS. Это Shimano стандарт. И есть версия RK Look стандарт. Есть разный тип крепления шипов. Есть Shimano, есть Lug, есть Speedplay. Это производители стандартов шипов к велосипеду. Конкретно это Shimano. Также есть в линейке педали для Cross Country X. Тоже Shimano стандарта. У них суть та же самая. Точно так же TENZ-датчик встроен в ось. И находится внутри педали. Соответственно, отличается она только корпусом от шоссейной педали. Именно стандартом от этого крепления, чтобы можно было использовать байковские ботинки. И использовать на МТБ, либо на Гривином велосипеде. Давайте посмотрим, что внутри у них есть. Для этого, в общем-то, стандартный четвертый шестигранник используется. Батарея здесь, наверное. Батарея здесь, а здесь это пустая педаль. Я просто покажу, что это обычная педаль здесь сейчас. То, что просто меняется ось. Ну, как просто. С помощью инструмента и ставится датчик. А это педаль с датчиком. Ну, вот здесь батарейка. Да, мы сейчас эту педаль с измерителем. Так вот выглядит TENZ-датчик. Ну, его клемма верхняя. Ось с датчиком. Правильнее сказать. Батарейка. Значит, батарейки используются SCR-1 Drop3N. Одна штука. Либо, если нет возможности найти такую батарейку, то производитель считает, что можно использовать две L44 и RS44. В описании можете почитать. Вот так вот, значит, выглядит у нас педаль в разборе. Что хочется сказать в целом про педали. Почему мы считаем, что они самый доступный способ? Потому что вы педали просто достали из коробки и прикрутили к велосипеду. А если у вас еще и не один велосипед, вы можете их перекручивать. Тем самым вы решаете такую задачу, как установка измерителя. Два велосипеда. Вы ездите в один день на разделке, допустим, второй день на шоссейнике. Вы можете менять педали. Это большой плюс и он самый важный. Так как у них линейка унифицирована вся, то мы можем переставить тензодатчик на педали XC. Там не педали, у них это называется корпуса. Мы можем просто иметь даже два тензодатчика и просто их перекидывать между педалями. Конечно, честно, я сомневаюсь, что люди будут так делать, не будут просто покупать педали. Но возможность для этого есть. Возможность для этого сейчас такая есть. Что хочется еще отметить, так как я знаю, как видел, как выглядят педали Vector. Выглядели раньше. Предыдущая версия. Да, что улучшили. Улучшили самое главное, на мой взгляд, это батареечный отсек и резьбу поменяли. Если раньше была резьба в корпусе педали, то сейчас резьба нарезана отдельно. И сейчас, соответственно, ну они хотя бы однородных материалов, потому что часто встречаемая проблема, то что люди начинают затягивать со всей дури, этот отсек и срывают резьбу в пластиковом корпусе. Ну, раньше так было. Сейчас здесь металл, тут металл. То есть здесь вставка алюминиевая, здесь, соответственно, алюминиевая резьба. И тянуть здесь не нужно с большим усилием, достаточно просто затянуть для фиксации. И второе важное изменение, которое должно сказаться на надежности, это изменить клеммы вот этот батареечный отсек. Основная проблема этих педалей была в том, что они постоянно теряются этим компьютером. Ну, допустим. Ну, связь теряется. Да, связь теряется с компьютером и их приходится реконектить постоянно. Что вызывает, у меня, по крайней мере, это вызывало бы недовольство в время тренировки. Но это бесит, потому что ты делаешь работу, интервал, к примеру. Ладно, ты просто катишься, и да, и он по нулям начинает показывать. Ну, будем надеяться, вот сейчас исправили вот этим вот. Ну, будем надеяться, потому что они в продаже относительно недавно, и по ним еще толком ничего нет. Ну, есть информация на зарубежных ресурсах, можно почитать обзоры на том же Bike Radar. И сравнение, допустим, с измерителями в тренажере, с измерителями на Пауке. Там просто сравнивают как раз со станком Derrida XR, с измерителем Powerbox, с сводной графикой. Можно почитать, кому интересно, поищите. Ну, если все так хорошо, то почему, например, педали встречаются реже, чем те же самые полученные измерители. Посмотрим. Готовые велосипеды шоссейные идут у хороших, у производителей, у топовых. Со встроенными измерителями. Как правило, если это велосипед на SRM, то это AXS измерители, Force, Red. Если это Shimano, то, соответственно, Shimano измерители. Вот на триатлонных велосипедах, вот DuRace, например, стоит измеритель. Почему же педали не ставят? Основная, наверное, причина все-таки, понятно, стандартизация. Но это касаемо велосипедов. А вообще, почему люди покупают больше такие измерители? Потому что все-таки педаль подвержена большим механическим повреждениям, чем паук-система. То есть по ней можно пнуть, на нее можно забыться, облокотить как-то велосипед, уронить велосипед. Все-таки это Тензо-датчик, и он довольно чувствителен к каким-то ударам. Ну, суть в том, что... Нужно быть аккуратным. Нужно быть аккуратным, да, и у всех это получается. Частенько педали ломают. Первые вообще версии педалей векторов имели еще такой дом-датчик, который на ось ставился. Он торчал прямо просто от шутнов. Но их вообще любили, отламывали только на ура. Ну, при неаккуратном каком-то использовании что-то где-то зацепились. Сейчас уже доработали. Да, сейчас уже все внутри, но тем не менее стучать по ним не нужно, нежелательно. Это один, пожалуй, наверное, самый большой недостаток. Второй недостаток, опять же, исходя из опыта прошлой серии, это потеря контактов постоянно. И по заявлениям некоторых пользователей, завышение мощности по отношению, допустим, к другому устройству в сравнении. Опять же, это больше была прерогатива векторов той серии, что по этим, ну, опять же, покажут тесты. Наверное, два основных минуса. Маленький минус в том, что, опять же, по заявлениям обзорщиков с байк-радара батарею садят быстро, быстрее заявленного. Возможно, да, есть такое. Поэтому батарейками, если покупаете педали, Garmin, запасайтесь батарейками заранее, чтобы они у вас были. Под рукой. Да, под рукой. Как правило, при коннекте с компьютером есть инфографика о том состоянии заряда батареи. И вам компьютер напишет, что там заряд батареи измерителя мощности уже, допустим, подходит к нулю, а нужно заменить батарею. Ну, лучше менять. Имея вот такие педали, вы можете уже смело окунуться в мир таких вот всех измерений мощностных, что-то для себя открытного. О, повысить качество тренировочного процесса, для тех, кто только начал серьезно вникать, этого варианта будет достаточно. В принципе, с повышением, скажем так, физической формы уровня имеет смысл будет докупить либо второй датчик, либо поменять измеритель на двухсторонний. Потому что по факту точность, конечно, тут даже не 5% измерений. Но на начальном уровне это еще не столь критично. Достаточно этого будет. Не столь критично. Конечно, если есть возможность, берите двухсторонний сразу. Если нет, то хотя бы данные с одной педали будут вам давать лучше, чем никаких данных. Это лучше, чем никаких данных. Как-то так. Друзья, ну что, спасибо Паше за информацию. Что можно сказать? Педали Garmin Rayleigh RS100 являются хорошим вариантом для начинающих спортсменов, кто только начинает тренироваться. Для кого нужны уже данные, чтобы тренироваться с тренером, чтобы тренироваться на новом уровне. Вот такой вариант. Ну что, спасибо вам за внимание. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Всем пока. Счастливо.